так ой какой-то бледный сегодня этот фильтр так поинтереснее друзья всем привет присоединяйтесь соскучилась уже по вам настолько соскучилась что придется при вас точить фрукты за которыми я сходила в магазин кстати хочу вам сказать знаете что вот значит сходила я в магазин в азбуку на районе взяла клубнику и голубику ну там пару пирожных заплатила за все 2 500 а недавно мы ездили в ашан я тоже там покупала клубнику и точно такая же из египта привезены просто она такая которая уже стоять не может ашановскую надо было кушать в тот же вечер там с гнилушками в азбуке конечно без гнилых друзья привет сейчас почитаю что где алмазы алмазы смотрите бледный какой-то фильтр серый как будто пыль казань привет здравствуйте залети позитивом своим я как всегда как дела хорошо не против да если я буду есть фруктики магнитогорск привет привет мои хорошие щечки больше стадо я не накрашенная просто вот они кто хотел впадины посмотреть так что у нас тут еще все вроде бы всех посмотрела привет казахстана привет папиль чёска клёвая ну так знаете уже нужно я смотрю сегодня целый день валяюсь ни хрена не делаю вот мне захотелось полентяничать несколько дней германия на связи привет мои хорошие и поняла для себя нижненогор тоже привет давайте подобавляю в эфир кидайте свои эти заявки но подумайте что скажете потому что на вас будут смотреть не только я но и другие люди вот и смотрите чтобы у вас был хороший интернет потому что я на вай-фай сижу если вы где-то в метро например у нас с вами коннекта не получится ты сама красивая нежная позитивная спасибо большое летянщик тоже надо да особенно посреди рабочей недели это приятно таганрог привет удобно ли скорее знаете мне было очень удобно я делала укладку носила ее сколько носила ее не 5 точно и каре когда короткая удобно ничего лишнюю сторону не заворачивается супер а когда носила вот это косое подлиннее извините что упирается включиться там конечно неудобно было это хорошее дело иногда ничего не делать да обязательно сохраню эфир не переживайте фильмы не смотрю одна казахстан привет так люблю люблю когда поешь умница ульяновску привет старого оскола снимаю квартиру уже говорила много раз я спрашиваю чтобы узнать дорого снимать там или нет но зависимости от того во первых сколько квадратов будет квартире которые вы хотите снять в москве где территориально будет находиться и какой там ремонт вот так вот шалом всем привет тату вокруг руки вот она сестру общаемся все хорошо сейчас я не замужем я только недавно обрела официальную документальную свободу и освободила как говорится того кто был незаконно по документам не свободен почему говорят что у тебя есть дети ну путают видимо меня с сестрой у которой трое детей дима билан как отвлекаешься от работы в середине я же не езжу на работу в оси как просто говорю все я спать я ничего не делать доброго вечера длинными удобней волосами лично мне но вы знаете если выбирать длинные или длинные нарощины это совершенно две большие разницы я вам скажу так после своих эфир у меня хорошее настроение это безумно приятно сохрани эфир пожалуйста мистер ворон в офисе на работе малыши у юли пупсики безумные пупсики мы сегодня кстати с ней поняли что мы две лохушки и разговариваем по телефону когда можно было разговаривать по скайпу понимаете маску для рук Катя очень красивая от юнона юли и пилахте привет юнона юля юля что сеструха макса что ли привет тебе вам точнее ты готовишь себе кушать да ну конечно себе и моему готовлю так ты где территориально снимаешь метро профсоюзное это юг москвы так у меня не татуаж ну давно старый татуаж то есть вот то что есть я не накрашенная вот у меня в принципе свои брови тоже темные я же не блондинка так какие у вас все отношения с тиграном слышала что натянутые нормальные отношения мы приезжали на рождество к юлии тиграну с моим избранником поэтому все хорошо ты молодец позитивно не обращаешь внимание на плохих завидует просто спасибо поддравь пожалуйста мужа моего ирлана с днем рождения плиз поздравляю нет маникюр у меня завтра вот я сейчас чем хожу вот кстати так удобно думаю племянником на новый год ну какие то там роботы раскладные которые в машинку перевоплощаются я попросила моего избранника помочь мне в этих делах потому что я не сильно но они были рады конечно в отфинскую привет так у тебя капсюльное наращивание да микро и мини капсулы а стандартные и микро наращиваю в салоне красоты волосы они по моему самые крупные в москве у них кстати самый большой выбор оттенков особенно это касается блондов потому что когда я красилась блондинский цвет когда мне нужно было найти платиновый белый блонд это стало проблемой даже в москве на фото я другая потому что использую фильтры которые прибавляют загар моей кожи спать круто да валяться ничего не делать горячее или холодное наращивание я не знаю если честно что такое холодное наращивание покажи сиску иди в писку что обозначает тату на руке это на латыни написано страшно было спиливать зубы детка я их не спиливала но мне кажется что это страшно почему друзья но она же сумасшедшая она все в мире перепутала у юли есть дети а это безголовая несет все что попало ну что вы не поняли что за типаж человека кстати надо поднять эту историю с судом а то я тут заотдыхалась а как говорится дела стынут Катя вы очень красивая спасибо большое очень красиво спасибо безумно приятно всегда читать комплименты в неограниченных количествах ты делала когда-нибудь скулы да подкалывала был момент я подкалывала скулы когда-то я ставила нити чтобы вот такой эффект был у меня вот нити нужно ставить тогда когда у вас начинает ползти вот здесь вот овал если вы заподозрили такую историю и то после удаления комков беша привет из Харькова привет хорошая энергия тебя посоветую книги по духовному развитию всегда буду рекомендовать вам прочитать книгу Джо Диспенза которая называется сила подсознания картинка этой книги сохранена у меня в сохраненных сторисах кругленьких вот поэтому посмотрите после прочтения этой книги я кстати до сих пор ее не дочитала там как раз остался отдел медитации вот но когда ты читаешь эту книгу ты понимаешь что книга помогает тебе увидеть те блага которые есть у тебя на сегодняшний день испытать благодарность за то что ты сегодня имеешь и когда ты я в принципе жизнерадостный человек не из тех кто заглядывает в другую кормушку и сидит ноет что жизнь говно и вам рекомендую тоже использовать такую же стратегию вот но когда читаешь эту книгу очень многие такие знаете заезженные нами принципы жизни ну становятся ненужными то есть многие из нас кичатся тем что они обладают опытом да что вот например ты получишь это образование потом у тебя будет маленькая зарплата а что ты будешь иметь то есть это уже изначально идет нагнетание и какое-то депрессивное формирование будущего у ребенка там или человека которому говорить понимаете я сейчас не на пп имя скажешь настоящая жениха потом диету не ну я стараюсь не не есть самое вредное там какую-то жирную свинину на ночь вообще забыла когда последний раз свинину кушала здравствуйте всем привет Владочка привет юго-запад соседка как похудеть понять что намного ценнее вашей тарелки это ваша фигура и уверенность в себе вот чем занимаешься сестрой у вас с сестрой совместный бизнес какой у нас с сестрой совместный бизнес а ну-ка расскажите пешкеку привет я кстати у вас была у вас есть такой певец хамза и я прилетала на съемки в его клипе лолипо прикольно было привет смотрела сегодня дом 2 где Ефременкому обстригли обстрили обосрили я так я считаю смотрела днем дом 2 где она много на себя берет и ее дернули но мне по-прежнему я смотрю такое ощущение что она пытается мягчить этот тембр дай бог но мне по-прежнему сложно слушать этот тембр и действительно было ужасно некрасиво когда сидит человек приглашенный эксперт говорит даже если самое ужасное мнение вас говорят ваше воспитание не должно вам позволять выкрикивать и заставлять человека думать как вы это ужасно просто это вот верх какой-то не знаю демократичности что ли в Санкт-Петербурге очень понравился я там не первый раз где-то делала реснички в малине малина такой-то значит салон по наращиванию ресниц находится на ВДНХ я туда езжу постоянно делаю там реснички у Жени выкладывала недавно пост об этом так Кать ты училась в школе? нет не училась что за вопрос есть такие люди которые не учатся? реально твое превоплощение в знойную красотку одно из лучших что я видела серьезно спасибо большое ну да понимаете вот кстати девчонки к чему я пришла я когда красилась блондинку у меня было такое ощущение что слишком яркий макияж глаз и бровей это вульгарно а будучи брюнеткой я могу вот последние фотки как раз я выкладывала с очень ярким макияжем глаз и это смотрится прикольно ярко сколько вам лет? мне 30 лет ты стала более спокойной знаете вот я просто очень редко расстраиваюсь в основном в хорошем настроении поэтому как дела у сестры племянников хорошо если вы хотите подробнее вы можете зайти к ним в эфир сегодня очень ситричку похоже одним лучше что лучше одному красоточку один один к одному ну потому что наверное я без макияжа у вас ботокс нет у меня нет ботокса я давно забила на уколы потому что устала если честно постоянно какие-то инъекции постоянно реабилитация почему сестре не помогать это даже не красиво знаете галина очень не тактично писать об этом здесь в эфире и наверное я лучше знаю что нужно моей сестре чем вы чужой совершенно человек понимаете да надеюсь вы поняли свою свою бестактность почему кофе пью через трубочку смотрите это давным-давно изобретение выведено лично мной я отбеливаю зубы зубы у меня свои у меня не венеры и когда я пью какие-то темно закрашенные напитки через трубочку и я всей душой верю что мои зубы сохраняются от закрашивания и вы знаете мне кажется так это и есть и ну к тому же если допустим я при макияже помаде это удобно потому что не стирается помада так что тут у нас как вы думаете Бузова еще скучает по Тарасовой она прям изменилась после развода не в лучшую сторону знаете я считаю что отлично выглядит сейчас Бузова если мы про внешний если про внутреннее качество характера ну мы с ними не жили не знаем что было до что после вот ну зависит знаете как мы женщины наверное согласитесь да когда вы вышли из отношений и у вас там была слабая позиция и вы одиноки соответственно вы помните эти отношения забывайте блин да не перебивайте меня забывайте все говно и помните только хорошее начинаете идеализировать свое прошлое и страдать но если у вас появляется новое увлечение соответственно вы и не думайте о прошлом привет из Калуги покажешь часть жениха вещи и т.д. так что же вам такого показать он все складывает аккуратненько ничего не валяется что быстро вот например у меня повязка для головы валяется да у него такого нет что что-то валялось бы настроение прекрасное друзья когда детишки у тебя будут ну когда-то будут у всех когда рассекретишь своего молодого человека скоро уже так поскажи у кого ты делала ринопластику посоветуй я тоже читаю эту книгу ринопластику я делала два раза первая была неудачная делала бабаян вот к нему за Ирина ни в коем случае не ходите потому что он делает знаете как у меня был маленький нос я хотела просто поуже кончик ну собственно что у меня сейчас произошло да но он не обрезал совершенно все хрящи у меня нос стал непропорционально коротким вот такой вот какой-то диспропорция то нехорошо виза24.ру привет Максим вот ребят видите вот пожалуйста где там можете обращаться за визой проверенный лично мной человек делает все очень быстро четко так ты зажигалочка очень позитивная спасибо большое кстати я хочу сказать что я решила организовать свой именной гиф вот вы сейчас смотрите меня смотрите эфир мне вот интересно можете написать в комментариях сколько вам лет зрители вот каждый за себя сколько вам лет чтобы примерно понять вот какая возрастная категория и я выложила пост где устроила опрос какой бы подарок вы бы хотели получить в результате этого гива то есть путешествие последний айфон смарт-тв что там у нас еще было президентский люкс очень самый крутой в Москве на три дня то есть допустим я подумала что для гостей столицы это очень клевый будет подарок так смотрим смотрим 30 27 29 23 так 37 35 30 14 ой такие молоденькие смотрят так 30 30 ну в основном наверное 39 в основном мы все ровесники наверное привет невероятно красивое спасибо пишите сколько вам лет кто смотрит пишите 40 42 15 18 так убери камушки камушки 36 31 29 хотели бы 25 вот и просто я ага я вижу спасибо мне просто кажется что аудитория 15 лет конечно бы хотела бы новый айфон да аудитория 30 и выше по 30 и за 30 наверное хотела бы романтическое путешествие и что-то вот в эту область так 22 28 33 38 40 привет из Новосибирска так спасибо я примерно поняла у меня нет домашних питомцев сейчас все пишут сколько сколько вам лет пишите сколько лет чтобы я поняла вашу возрастную категорию и как раз давай середину какую середину путешествие ваш натуральный мой натуральный цвет волос примерно такой же просто холоднее оттенок круиз ну круиз там кстати о никита привет 27 тебе что такой малой вот 32 года путевка ну в принципе наверное как я и думала что гаджеты это скорее для более молодого поколения очень прельщает мне например я вот хожу с 8 плюс и мне не хочется этот последний айфон как-то на него все равно я хочу отдохнуть 51 о никита о никита это начало молитвы наверное приезжай к нам так 55 хочу какими тенями пользуешься для век о это долгая ответ долго отвечать так романтик на двоих отдых путешествие привет расскажи о планах о это долгий разговор смотрите люди пишут сообщения я никого не хочу пропустить так кому больше располагаете кошкам или собакам конечно я кошатница так 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 настроение прекрасное волосы шикарные спасибо сколько раз в неделю нужно жить интимной жизнью прости за такой вопрос не скромный вопрос но ответить можно я например считаю что ну каждый день через день вот это было бы нормально да онлайн тренировки директ никита ты спамишь я смотрю ладно блокировать не буду спамь сохрани это сообщение и каждый раз вставляй чтобы заново не писать вот прекрасно что вы в хороших отношениях остались ну конечно какие плохие отношения могут быть мы же взрослые люди homo sapiens что называется это было в украине последний раз полтора года назад я приезжала в Киев там было очень красиво рум тур а это по квартире нет вы что я не готова нет я не готова у меня тут белье сохнет поэтому пожалуйста я и зебра стену вчера увидела кто-то заляпал из друзей я протерла вот по любому сидела какая-то скотина с вискарем в руках и расплескала вот Катюша обожаю вас спасибо так вот у меня еще к вам вопрос ребят вот вы аудитория возрастная примерно ну в основной массе да мои ровесники то есть 25-35 и выше да вы участвуете в гивах вам вообще-то интересно где есть на окон главный приз какой-нибудь клевый например либо путешествие квартиру снимаешь или два снимая я уже говорила вот просто интересно потому что мне почему-то кажется что участвовать в гивах любят молоденькие то есть как раз таки те кто 15-летний кто хочет айфон и готов клацать подписываться везде я у тату участвую нет 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 да пишите правду пишите честно как есть интересно не интересно что что надо на ноги себя поставить потом уже дети развод свадьба как-то у вас странно дети развод свадьба что это такое кстати я смотрела сегодня на кадошку я его просто обожаю его эпитеты отношения по отношению к как он назвал пинчук пинчук кстати красотка мне нравится он назвал ее психотип терпила я угораю вообще с того как он общается но он не зло это делает даже наши времена кадошка всегда был острый на язык но он всегда говорил интересно так вы отвечаете да нет нет не везет нет 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 правда не интересно интересно конечно так не участвовала сомнительно ни разу не участвовал кадони заткнул да кадони выступил в роли такого воспитанного человека который имеет право голоса расскажите как держите себя в такой форме вы видите только лицо поэтому про форму пока что мы воздержимся не очень если ничего не выиграть а если делать такой гиф смотрите есть главный приз супер пупер какой-нибудь классный допустим путешествие да на двоих романтическая какие-то экзотические страны есть такие ну не очень дорогие призы например там apple watch может быть из ювелирного магазина какой-то как называется бумажка дурацкая ну вы поняли сертификат на приобретение браслетик вот кстати apple браслетик я переобулась я уже говорила в лимонное золото и несколько умников мне написали хватит приобуться можно только приобуть можно только обувь люди не понимают просто что я шучу конечно же я не поняла так губы не качаю я устала от этих уколов так почему не открыть общий бизнес с сестрой а надо какой например вы бы посоветовали давайте пишите так отлично выглядишь спасибо бьюти боксы тоже было бы круто то есть вот я участвовала в другом гиве недавно и там были бьюти боксы от литуале и мы все спонсоры спонсоры иногда проводили у себя на страницах ну типа как даже не знаю как это сказать объявление о том что сегодня там идет розыгрыш бьюти боксов и люди конечно активно участвовали но гиф стал проваливаться в активности то есть есть срок когда гиф должен быть закончен да есть обещанное количество подписчиков есть призы обещаны там что-то не сходилось по срокам и я именно поэтому решила задать вопрос вам моим подписчикам а про Рина да говорю да значит исправил всю ту катавасию уродскую что мне наделал бабаян исправил золоторукий золоторук золоторукович Морозов Сергей Викторович Морозов Сергей Викторович он же делал носы моей сестре нос Юлиса Лебековой Эли Сухановой кому еще Кристине Дерябиной много там еще было просто не помню всех бить бокс уже не интересно ну вот нужно понять если есть большой приз и попутно есть маленькие призы наверное тогда есть смысл участвовать правильно я понимаю я не боюсь лечить зубы потому что они мне тфу 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 слава богу никогда не болеет и там у меня я ставила какие-то две пломбы по-моему на как правильно называется вдалеке где-то там в зубах чтобы не было лишних зазоров чтобы никто не поселился при этой сперми лапочка такая хочу робот-пылесос Катя что с ногтем это единственный ноготь на котором осталось немножко шелака бьюти бокс было бы классно тогда интересный будет вот да мы с Аллой подруги но мы видимся достаточно редко вот у меня волосы я хочу блонд как думаешь надо ли а волосы то не икрашены я думаю что не стоит потому что будете жалеть волосы по-любому пострадают но если у вас очень плотный волос знаете вот как у армянок у них у них у меня например свой это верхнорощенный да у меня свои волосы достаточно тонкие пористые а вот азиатские волосы или вот у армянок у них бывает очень толстые такой крепкие волосы мне кажется он выдержит все почему ушли из дома 2 я стала чувствовать что вокруг меня деграданты мне было 25 лет и я ушла потому что мне стало неинтересно ну и у меня появились отношения за периметром я ушла к тому парню соответственно с кем часто отдыхаешь я в основном провожу все свое время своим молодым человеком сало не ем ну я не боюсь его на самом деле просто не хочу красилась блонд пожалела сто раз ну мне например очень нравится блонд но я делаю долгосрочный перерыв сделай опрос stories да нет так проще вы про этот как его господи про гиф густые а не толстые нет я говорю именно у меня у самой тоже очень густые волосы я говорю не про густые а именно про толстый волос такой знаете крепкий то есть гладкая текстура не пористый потому что пористый волос это уже в принципе с моей точки зрения уязвим раньше была похлая на проекте как похудела на самом деле мы когда пришли на проект мы там разожрались в принципе мы никогда не были жирными и мы пришли на проект нам было 20 был 21 год а это такой достаточно пухлячий молоденький возраст я думаю что еще с этим было связано связано так молодец что время уделяешь молодой человек знаете мне просто с ним очень интересно и я не хочу менять общество интересного человека которому у меня чувство на что-то другое то есть на данный момент мне например совершенно неинтересны стали тусовки о кстати знаете что 21 числа 21 числа будет премьера фильма про русских рэперов в кинотеатре октябрь в москве вот я пойду вы пойдете как относишься к сетевому бизнесу ну если вы говорите про НЛ я считаю что это говнопродукты красиво тебе так идут бриллианты ой не говорите спасибо точнее говорите говорите какое мнение об Ольге Бузовой миллион раз говорила что я о ней хорошего мнения и песни мне ее нравятся ну по крайней мере те что были раньше вот последнего я еще не могу если честно понять а сейчас сколько лет то есть вы спрашивали в начале эфира сколько мне лет и думаете что я немножко повзрослела за полчаса мне 30 вас с Рустамом ведущими и тогда я начну смотреть заново ой это будет так весело кстати я совсем забыла что Рустам тоже несет такую веселуху постоянно вот закрытая школа не смотрела сериал закрытая школа смотрела знаете что домашний арест который вышел на ТНТ премьер пришлось ради этого зарегаться там сложная вот эта вот проблема для меня оказалось потому что долгий путь к регистрации но безумно фильм поставил какой-то там режиссер из Слепаков очень прикольно сделано с юмором мы угорали с каждой серии и там 12 серий жалко что так мало хочется продолжения Бородину еще помнишь ну что же мне совсем амнезия такие вопросы задаете у тебя такой говор огонь всех шавок можешь сразу заткнуть наверное все таки мы интеллектом затыкаем да а не говором по поводу говора мне кажется это не совсем комплимент у вас получился мертвая лягушка люди тупые вопросы про волосы не задавайте какой номер краски достали вот могу сказать что в миллион миллиардович просто раз отвечаю на этот вопрос что меня красят в салоне и мой цвет волос это следствие запоминайте эту фразу следствие смешение нескольких тонов поэтому нет номера и фирмы краски ясно ребят девчонки понимаете там разный процент могут быть то есть коктейли из разных цветов русские или латиноамериканские танцы или парни или волосы это точно дерьмо причем ну меня не впечатлили вот эти какие-то порошочки непонятные так что там у нас Катя что больше нравится ленты или капсулы вы знаете я никогда не делала ленточное наращивание потому что у меня быстро отрастают волосы коррекция ленточного наращивания делается еще чаще чем чем коррекция капсульного наращивания поэтому если коррекция капсульного наращивания о про Тарасика новость про Бузовского Шутят там Что я говорила Считается, что капсульное наращивание Нужно корректировать Раз в три месяца Я не могу дожить до трех месяцев Потому что у меня очень быстро отрастают волосы И отросшие капсулы Это, знаете, от корня Вот так они отрастают на два с половиной сантиметра И начинают взбиваться Маленькие микроколтунчики путаться между собой Их становится видно Вот Привет из Сочи Покажи полноросовый костюмчик Очень красивый Ой, давайте не сейчас Показывает Ольгу Бузову И ее Тарасика, как он ей поет песню Она в красном, наверное, это ее 30-летие Жалко, жалко Я когда смотрю, Оля плачет Мне все равно ее жалко Кто бы что ни говорил Что у тебя с ногтями Что у меня с ногтями Секс, классика или С фантазией Конечно, с фантазией Что такое? Классика может быть только В мужских костюмах Какой нескромный вопрос от вас Влада Калуга, привет Он мне так понравился В программе инстаграм Просто бомба Спасибо большое Очень приятно Я старалась быть максимально Интересной Веселой И понимаю, что Некоторые выпуски Вообще были Простите Любовь моя Привет Привет Давайте к нам Смотрите, сколько лайков Для моей девушки Не есть И пейте Пейте больше воды Как только просыпаетесь Обязательно выпейте Стаканчик Горный Алтай Красотища Приезжай Самый чистый воздух Безумно хочется Как такой бодок Из камушек сделать Я уже говорила Вам нужно подписаться На певицу Риану Ее инстаграм Badgirl Ри Катя Спасибо за цветок Норильск Красивый город Ребята Подарите мне весы Ну Я сколько раз могу говорить Я сломала свои весы Я не знаю Моего веса Изменилась всегда Красавица Всегда очень интересно Спасибо вам огромное Ой Поняли, да Что происходит Оп Я люблю клубничку С молоком и сахаром Вы как Блендеры перемалываете Целый день После истории Ждала твой эфир Чтобы спросить За трубочку кофе Почему так пьешь Да Я прям в эфире Потому что Через трубочку Не так сильно Темнеют зубы Потому что пью Темный кофе Клубничка Ну не очень сладенькая Кисловатая Такая, знаете Но ароматная Поэтому я ее ем с сахаром Потому что я не люблю кисляки А ну-ка Кто-то просится в эфир Давайте-ка посмотрим Так Ой А вот две девочки Значит А ну-ка Добавим в эфир Не может присоединиться Давно, наверное, просились Ну что, кто хочет попасть Ко мне в эфир Давайте Так Мы спать Катя Пожелаю спокойной ночи Семье О У нас гость Здравствуйте Говорите Алло Висяки Я не отказываюсь Я в сладком Я рекомендую вам Тоже этого не делать Просто есть сладкое днем Если речь о тортиках Привет из Одессы Потому что Совершенно нет связи Видит Бог Я хотела добавить девушку Так Ну давайте на вай-фай Присоединяйтесь Только вот с вай-файкой Проситесь в эфир Потому что Ой Что я делала Что кушать и скажите На данный момент Я ем египетскую клубнику Которую я купила в магазине Сегодня сбегала Нахрена Лезть в эфир И ссать Показывать себя Я буквально восприняла Что ссать Думаю Вроде струи не было Да Именно поэтому Я никогда не занималась Подобной историей Да Но если человек Хочет выйти в эфир И что-то интересное рассказать Я буду только За Просто видите Как происходит Здрасте Хотела узнать Каким спортом Вы занимаетесь Только секс На данный момент Вот Кать Давай Волматы Я встречу Спасибо большое Элечка Как соберусь Как говорится Так Как только Так сразу Посмотрите Сериал С Александром Петровым Звоните Ди Каприо Он грустный Да Я просто так ржала Домашнего ареста Там Такие харизматичные актеры А здесь Мне кажется Грусть Там проспит Да Да Ух Чувство юмора Аонь Спасибо большое Вот И я еще очень люблю Всех увеселить Поэтому Если я вам поднимаю настроение Я очень рада Давайте сотрудничать Кому Какому ты хочешь К косметологу Ты многих рекламируешь Как тебе Эмма Советую Эмму не советую Она испортила мне губы Мы долго с ней Наверное Два года У нее обслуживалось Все было хорошо Потом я поняла Что Ну Не мой уровень И Не рекомендую Сейчас есть много Хороших косметологов Янчик Смайл Который делает губы Хорошо Очень заливает Носослезки Углы нижней челюсти Очень хорошо Лайла Косметолог Делает Ну Много На самом деле Которым я приходила Мне нравилось обслуживание Только таких я рекламирую Вот Кстати Друзья С большим удовольствием Посотрудничаю с вами По рекламе Поэтому Если вам нужна реклама На моей странице Вы пожалуйста Пишите в директ Я сама лично Всем отвечаю Вот И Как говорится Договоримся Нет я не одна Живу Я живу с молодым человеком Просто он еще на работе Не жую это неприлично Хочу И жую Так Вы были в Ярославле Вы знаете С кубанским хором Мы объездили много городов Россия Украина В Ярославле Прекрасно Прекрасная архитектура Куча куполов Мне кажется Что это как раз Такий тот город Который Очень Светится даже От количества куполов Вкусно Вкусно ешь Пойдут Бегают Тоже на кухню Но фруктики Овощи Можно Я стала Ботокс Очень давно Межбровки Вот они уже Почти все Рассосалось Вы скажите Пожалуйста Есть ли У вас Целлюлит А зачем вам Есть ли у меня Целлюлит Если вы хотите Избавиться Тоже У меня Нет Целлюлита А вы Если хотите Избавиться Тогда Не ешьте майонез И пейте больше воды Снимайтесь Спортом А вообще Целлюлит Очень Очень круто Убирают Медовые массажи Но это больно Сразу говорю Леночка Привет Катя Сургут Привет Сколько тебе Лета Тридцать Алтарский край Привет Катя Видела чем Занимается Занимались Оли Рапунцель Сестра Фотки Видела Нет Я знаю Что Рапунцель Балалайка А сестра Вроде Нормальная Нет Что Вы Разуваетесь Катя А что Вы Разуваетесь В комнате Нет У нас Евродвушка И Это Гостиная Где я Нахожусь А там Прихожая Да Возле Кровати Стоит Обувь Я Прям Знаете Хожу По квартире В обуви Ложусь Спать Снимаю Уги Так Мы Кстати У меня Садится Телефон После Механической Чистки Лица Можно Делать Пилинг Знаете Я ненавижу Механическую Чистку Для меня Это Очень Болезненная Процедура Я просто Ненавижу Косметолога Когда я Ухожу После Этой Чистки Я ее Не делаю Вот У меня Тонкая Сухая Кожа На лице Поэтому Мне В принципе Противопоказаны Всякие Вот эти Пилинги И Болючие Чистки Поэтому Я не знаю Полтава Привет Как Классная Спасибо Большое Почему Клубника Хрустит Как Огурец Она Твердая Да Очень Твердая Такая Не Секси Ну Как Говорится Что Есть Видела Могу Яну Девушка С Роке Которая Да Это Просто Проституция Мне Стремно Было Смотреть Томску Привет Пожалуйста Передай У меня Тоже Сетра Близнец Есть Прикольно Милашка Передай Привет Северо У Раску Так Катя Тебе Тридцать лет Душа Насколько Ну Не на Тридцать Взрослая Тетенька Я себя Не чувствую Конечно Лет На Двадцать Пять Наверное Все Огурец Я думаю Что вам Просто Очень Слышно Что Хрустит На самом деле Голубика Тоже Какая-то Кисловатая И Твердая Яна Которая ВИЧ Ну Она Вроде Опровергла И Надя Опровергла Ее ВИЧ Заболевание На самом деле То Что Фрост Написала Так Катя Ждала Чтобы Увидеть Твой Пост О Второй Половинке А он Никак Не Вышел Мы Ничего Не Пропустили Когда Пост Про Мистера Ворна Катя Что Цвет Волос Красивый Школа Так Помнишь Как Авокадо В прямом Уфире В микроволновке Грели Что То Припоминаю Салатик Я делала Мне Посоветовали Но Не Помню Грела Я Его Или Не Грела Очень Хочется Видеть Роднулики Мои Мне Тоже Очень Хочется Но Фрукты Херовые Зимой Не Купишь Особо Ну Как Говорится Да Работаем С тем Что Есть О Славянский Привет Виталик Клубнику Загурцов Делают Да Говори Катя Ты очень простая Классная Никого Не Игнорируешь Всем Отвечаешь Молодец Не Зазвездилась Спасибо Большое Я На самом деле Очень Люблю Людей Которые Начинают Как вы Говорите Звездиться И Считаю Что Это Удел Очень Ограниченных Особей Вот Поэтому Как Прежить Развод С мужем Ну Как Ну Вот Я Например Разводилась И радовалась Найдите Себя Бутенька Другого Или Не Разводитесь С ним Если Вы Его Любите Ммм Какая Вкусная Ягодка Сейчас Попалась Лучше Чем Эти Камни Ушки Где Нибудь Вот Себе Поставьте В сторисе Ушки И нос Закрывайте Я Не Хочу Я Уже Назакрывалась Нос Знаете После Первой Неудачной Данной Пластики Поэтому Как Относишься К поступку Фрост Я считаю Что это Грязный Поступок И Я Считаю Я Совершенно Низким Человеком Потому Что Ну Писать Такие Вещи О Другом Это Себя Опускать В первую Очередь К тому же Ну Я Знаю Много Ну Не Много А Несколько Таких Моментов Где Фрост Вела себя Ужасно К тому же Ее Само Обвиняют В эскорте И При Этом Она Ну То Понимаете Против Всякие Болезни Это Все Очень Мерзко Гнусно И Как Будто Проститутка С трассой Стоит Ругается Матом Вот Такая История Никим Бил С Баржиком У Меня Не Было Если Вы Написали Как Признание Молодец Голубика Ты Знаешь Что Просто Была Проститутка До Проекта Ну Я Как Говорится Документы Ее Не Заполняла На Проститутошном Сайте Но Ссылку На Этот Сайт Даже Мне Попадает В Глазах Хотя Мне Фрост Никогда Не Была Интересна Как Участница Вот Ее Об Говорили Ну Как Все Знают Тут Если Ты Проститня И Прешься На Дом Два Ты Этого Не Скроешь Вот Ну Как Если Ты Балалайка Интернетная Да Как Некто Ты Этого Тоже Не Скроешь Я Вообще Читаю Что Большая Глупость Иметь За плечами Вот Такого Скелета Шкафу И Переться На Телевидении Что Что Кто Худел На Бабах Помогло Стоит Покупать Не Знаю Очень Красиво Спасибо Большое Когда Будешь Ведущей На Дом Два Когда Приду Туда С Пушкой Скажу Все Значит Так Я Ведущая Конечно В Казани Были Неоднократно Обожаю Ваш Город Просто Прелестность Я выступала У вас В клубе Сказка И Что То Еще Какой То Клуб Ой Не Сказка Блин Забыла Ну В общем Мне у вас Очень Понравились Люди Доброжелательные Центр У вас Такой Приятненький Так Так Что за Кино Вы Станик Дружите Просто Общаюсь Ну Если В моем Понимании Я считаю Что я Дружу Я Очень Хорошо К ней Отношусь Но Мы Не Видимся Если Рассматривать Детально Значение Слова Дружба Наверное Это Частое Время Провождение Встречи Получается Я ни с кем Не дружу Вот так В Перми Давно Когда-то С кубанским Хором Были Махачкале Не была Улыбка Интересная Спасибо А балалайка Сестра Алена Занималась Сексом На камеру Снималась Что Снималась Вроде Фотографии По инету Сейчас Гулять Начали Да А мама Ничем Не занималась Надеюсь Это Какой-то Если честно Это ужасно Правда Ну Как они Не понимают Тут Она сейчас беременная Кто-то У нее сын И сыну все Доложат Чем мама Занималась Вот как Вот сыну Потом Нужно же думать Что ни за какие бабки Потом счастья Твоего ребенка Ты не купишь Если ты простит Меня Голубика Против старения И вообще Все ягоды Помогают Оставаться Молодой Против старения Ограниченный Интеллект Также помогает Знать Ты очень Милый Правильно Ты не показываешь Свою Вторую половинку Счастье Любит тишину Саймон Нравится Классно Как можно Видать От растяжек Я слышала Есть лазерная Ну я как бы Не удаляла У меня нет Слышала Что есть Ты Рапы Маму Видела Ее Татуху Ну я так сильно Не смотрю Я знаю Что девчонки Там удаляли На груди У кого есть растяжки Там после родов На животе Вот Говорят Что болезненно Автозагар Не отвечаешь На вопросы А что я тут По твоему Делаю Придумываю Сижу Почему многие Девушки Тараторят Быстро Разговаривают Ну А кто Многие Да Я грудь увеличила В 2016 В 2016 Году Сколько Суббиток Листик Не знаешь Очень красиво Смотрится Такой размер Я думаю Я думаю Что здесь Полтора сантиметра Не знаю В общем Это Apple Бриллианты У них Можете посмотреть На сайте Я думаю Что У них Есть Вот Чем Сейчас Занимаешься Фруктики Ем Ты хочешь В Украину Нет Не хочу Мне там Делать Нечего Передай Привет Казахстан Я не считаю Что Путин Плохой Я Считаю Что Он Шикарный Управленец На Каких Еще Надо Людей Подписаться Чтобы Были Новые Мамочки На Каких Людей Надо Подписаться Чтобы Вы Что Вы Вопрос Мне Такой Задаете У Меня Спрашивают Второго Буду Рожать Не второго А пятого Нет у меня детей Так Покажи Тату Вот Показывала Ребят Вот так У меня было На самом деле У меня был ожог Ожог В виде браслета Я вылила На себя Кипяток И здесь Вот был Большой Пузырь И вот так Вот Браслетиком Обошел Руку Фастфуд Ну так Редко У меня Дни Венеры Духов У меня Очень Много Такая Червашка Улыбка И юмор Умница Юморна Спасибо Большое Майами Не вспоминаю Уже Очень давно Зачем Не его Вспоминать Вместо Ужина Что Кать Я вместо Ужина Ем Сладости Мучной Аж Тыдно Страшно Знаю Что-то Вредно Что Посвет Не делать Этого Конечно Посоветую Сейчас Вы пока Сидите И играетесь А потом Поймете Что сначала Цель появилась А потом Жопа стала Огромная Зачем И в лучшем Случай Жопа А так Бока Живот Не забывайте Щеки Так Катя Что Что Ответ Родственникам Мужа Которые Хотят Второго Внука А я Рожать Не хочу Пока Вот У меня Тоже Была Такая Ситуация Допросит Меня Никита Что я Вспоминаю Я всегда Говорила Что я Не готова Для кого Для них Рожать Нет Рожает Каждая Сама Для себя Вот Вы говорите Я пока Не готова Или Выдвините Какой-то Список Материальных Благ Которые Вам нужно Предоставить Квартире Я сказала Что На съемной Квартире Я не буду Рожать Детей Так И получилось Хатюш Василий Очень хорошо Пели Не хочешь Карьеру Пьется Знаете Вот Честно говоря Со стороны Все это Прикольно Клипы Телек Сцены Но Гастроли Это Достаточно Сложное Испытание Поэтому Тут Нужно Понимать Хочешь Ли Связать С Этим С С Жизнь Я Не курю Никогда В жизни Пробовала Сигареты И Ненавижу Вот Этих Дымлящих Вонючих Просто Терпеть Не могу Сигаретную Вонь Для Мне Это Именно Вонь Вонючие Руки Курящих Людей Просто Терпеть Не могу Ролы Люблю А Муж Так Хочет Потом Я Получается Виновата Ну Это Ваша Семья На самом деле Зря Вы сюда Это Вынесли Я считаю Это Не такой Сложный Вопрос А сколько Вам лет Вообще Какие Планы На остаток Вечера Сколько У нас Время Так Ну Завтра Мне Придется Встать Пораньше Поэтому Сегодня Надо Будет Лечь Пораньше Передай Привет Водинцово Пожалуйста Привет Скоро Перееду Москву Как и где Искать Квартиры Для съема Скачивайте Приложения Яндекс Недвижимость Циан Домофонд Значит Там Есть все Предложения То есть Это У вас Очень удобное Время Не время Газетных Объявлений А время Интернета Поэтому Вы смело Найдете Найдете За неделю Можете Найти себе Квартиру Другой Момент Нужно Чтобы у вас Был Определенный Бюджет Потому что Вам придется Заплатить За О По вашему Заказу Как раз Плакала Это магия Отвечаешь На вопросы Которые Тебе Выгодны Естественно Не имею Права Как думаешь Почему Многие Покупают Айфон Потому что Качественный И потому что Нравится Интерфейс Я например Тоже Не понимаю Интерфейс Других Смартфонов Самсунга Такие девочки Красивые В этом клипе Плакала Сегодня Смотрела Москва 24 Про Наркоманские Притоны Ужас Песня Класс МС Знакам И О Я Об одной Татушке Не жалею Завтра Поеду На маникюр Уже Слава богу Маникюр Педикюр Уже Все это Сделаю Катя Где Сейчас Работаешь Официально Нигде Не трудоустроено То есть Лактова вчера Сказала Что ты Юля Классная За Юлю Очень рада Ой Какая милашка Так приятно У меня Аж теплота К мне сейчас В душе Передавайте От меня Тоже Большой привет Скажите Что она Классная Пусть И тоже Будет Так приятно Как у меня Как у меня Классная Классная